Лев Толстой. Прыжок. Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода. Весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи. Она знала, что ею забавляются и оттого ещё больше расходилась. Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу. Надела и стала живо взбираться на мачту. Все засмеялись, а мальчик сам не знал, смеяться ему или сердиться. Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами рвать её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на неё. Но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он добрался по верёвке до первой перекладины, но обезьяна ещё ловчее и быстрее взобралась выше. «Так не уйдёшь же ты от меня!» – закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла ещё выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. На самом верху обезьяна повесила шляпу на край последней перекладины. А сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина 2, так что достать её нельзя было иначе, как выпустив из рук верёвку и мачту. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын. Но как только увидали, что он пустил верёвку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха. Стоило ему оступиться, и он бы в дребезге разбился о палубу. Да если бы даже и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты. Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался. В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек. Он увидал сына на мачте. Тот же же прицелился и закричал. В воду! Прыгай сейчас же в воду! Застрелю! Мальчик шатался, но не понимал. Прыгай или застрелю! Раз! Два! И как только отец крикнул «три!», мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул. Точно пушечное ядро шлёпнуло тело мальчика в море. И не успели волны закрыть его, как уже двадцать молодцов-матросов спрыгнули в море. Секунд через сорок вынурнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтобы никто не видал, как он плачет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...